Добрый день, товарищи! Прежде всего я хочу поблагодарить руководство РКРП за приглашение на эту конференцию и за возможность поучаствовать в конференции, столь важной для всех, для нас. Я являюсь членом правления социалистической партии Латвы. Мы собрались здесь сегодня по случаю приближающегося столетия Великой Октябрьской социалистической революции. С одной стороны, сто лет – это достаточно большой срок, и для многих людей, незнакомых с предметом так пристально, как собравшиеся в этом зале, это уже достаточно давняя история. С другой стороны, если мы начнем серьезно по-научному разбираться в современном обществе, в экономике, в политике, невозможно будет не заметить ни того огромного влияния, которое оказала Октябрьская революция на упомянутые сферы общественной жизни, ни того, насколько актуальным является этот опыт сегодня. Чтобы понять весь масштаб влияния социалистических преобразований в Советской России, на человечество достаточно четко понимать, как жили люди всего мира до этого. Во-первых, это колониальная система, где большая часть мира совершенно пандельским образом была поделена на сферы влияния, и ничем не ограниченные в своем произволе митрополией выкачивали ресурсы для роскошной жизни в верхушке своего правящего класса. Во-вторых, это 10-12 рабочий день без отпусков, пенсий и вообще каких бы то ни было социальных гарантий. В-третьих, это тотальная безграмотность, недоступность медицины, повышенная смертность, чудовищное социальное расслоение и отсутствие даже намека на социальные блага для всех, кроме богатой верхушки, к которой относились лишь считанные проценты. В-четвертых, это средневековый уклад государства, даже во многих государствах современной Европы, отсутствие всеобщего избирательного права, сословные цензы на выборах, наследуемые должности монархии, правящие якобы от имени Бога и так далее. Малоприятная картинка, согласитесь. И так жили люди в передовых на тот период в странах мира на протяжении столетий. И буквально за три десятилетия после октября 2017 года мир перевернулся с ног на голову. Вводится восьмичасовой рабочий день, впервые у людей появляются социальные гарантии, пенсии, пособия, отпуска, делаются законодательные уступки в вопросе защиты прав трудящихся, создаются механизмы перераспределения сверхдоходов богатых. Большинству жителей становится доступна медицина, средняя, а со временем и высшее образование. Рушится колониальная система. Разумеется, империалистические обмолы сделали все, чтобы сохранить свои позиции в новообразованных государствах. Но это большой шаг вперед. Это дало шанс на подлинную независимость таким государствам, как Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла и другим. И это уже не говоря о том громадном технологическом, социально-культурном рывке, который совершил сам Советский Союз, заложив тем самым фундамент для победы в Великой Отечественной войне, которая в свою очередь стала фундаментом Ялтинско-Потдамской системы международных отношений. Глядясь с сегодняшнего дня, довольно сложно осознать всю силу того импульса, которым стала Октябрьская революция для всего человечества. Нам нужно осознать, что капитализм оказался способен к саморегуляции. Ему удалось эволюционировать и подстроиться к изменившемуся миру. И ценой невероятных усилий победить в холодной войне с первым в мире социалистическим блоком. Но проделав этот трехк, капитализм очутился в новой для себя реальности. Все рынки уже завоеваны, возможности кредитного стимулирования спроса исчерпаны, экономика начинает стагнировать, и капитализм возвращается в свои традиционные механики сохранения уровня жизни богатых за счет всех остальных. Есть и более объективные данные. Например, исследование французского экономиста Тома Пикетти, проследившего динамику социального расплоения за несколько веков, и пришедшему к однозначному выводу, что социальное неравенство в капиталистической системе сокращалось только с конца Второй мировой войны и до начала XXI века. Сегодня этот период закончился. Сегодня многие сторонники капитализма и западного пути развития, особенно в Восточной Европе, являются таковыми в силу банального незнания этих фактов. Они апеллируют не к существующей реальности, а к уже завершившемуся периоду развития капитализма. Реальность перспективы будущего для большинства тех, кто считает себя средним слоем, это увеличение кредитной нагрузки и планомерное ухудшение уровня жизни. Отказ от тех социальных благ и гарантий, которые в рамках капитализма они могли получить только по влиянию противостоящей ему социалистической системы. А единственной реально осуществимой альтернативой этому является адаптированный к современным условиям опыт строительства социализма в СССР. Надеюсь, что сегодня мы с вами в совместной работе и в дальнейшем сможем внести весомый вклад в это дело. Спасибо за внимание.